Мне приятно представить телезрителем, подписчиком господина Доржон. Мы знакомы заочно в фейсбуку благодаря современным технологиям. Сейчас познакомились лично. И вот появились возможности задать вопросы, которые меня интересуют. Меня интересует ваша организация, Лига свободных наций. Что это за организация, какие цели и что сейчас происходит? Огромное спасибо за приглашение, такую возможность выступить перед вашей аудиторией. Всех приветствуем. Я в данный момент представляю Лигу свободных наций. Я являюсь советником по международным делам Лиги, то есть дипломатом от Лиги. Я профессиональный, по крайней мере, с образованием дипломатическим есть. Лига свободных наций – это международная рамочная организация, созданная в Вильнюсе два года назад, как объединение всех национальных движений, регионалистских движений, национальных движений, состоящих в Российской Федерации в данный момент, оккупированных, тех наций, которые поставили себе путь на полную дезинтеграцию Российской Федерации и упразднение вообще российской, русского мира, так скажем, полную отмену, конселинг русского мира, как самовыражение воли народов на самоопределение и создание законное. Мы имеем право на самоопределение, создание своих государств. Это, собственно говоря, даже по Конституции. Да, даже по их Конституции. Да, если даже мы так… Да, но тем более, что в Российской Федерации, так скажем, у них отменено действие международного закона Конвенции о защите прав национальных меньшинств, что делает автоматически право нации на самоопределение действием прямого, как прямой закон, что для нас теперь международный закон, Конвенция ООН о деколонизации и предоставлении независимости. То есть, если в вашей стране, я имею в виду Российскую Федерацию, они говорят, мы не соблюдаем конвенцию международного права, о том, что вот эти народы мы защищаем. Ну, жители России, не знаю, Саха-юкуты, там, фалары какие-нибудь, да, там, много наций. А они говорят, вот тут, а у нас всё, нет права у них, там, мы их не защищаем, они не защищены этими рамочными конвенциями международными, ООН, договорённость, всё они… А это автоматически делает то, что Декларация ООН о праве народов на самоопределение является прямым действием. То есть, все народы теперь имеют право прямо заявлять, идите отсюда, у нас своя независимость. Вот, и в рамках действия вот этого международного законодательства мы объявляем о создании Лиги Свободных Наций. То есть, это будущий такой союз наций, действительно подлинных наций, которые решают судьбу Северной Евразии. Мы не говорим там, пост Российская Федерация, там неинтересно такое. Они не субъектны, это просто территория, там нету государства, да, они отменили своё государство сами там элементарно, ну, самое банальное. Человек приходит в тюрьму, забирает оттуда всех людей. Простите, у вас по какому праву человек пришёл в тюрьму? Законов нету. Законов нету, нету никаких институтов, то есть, отменены там юридическое право, элементарно уголовное право отменили, да. Пришёл человек, забрал тысячи людей из тюрьмы, выдал им оружие, отправил куда-то кого-то убивать, что денег заплатил, а потом ещё их всех помиловали, они теперь по стране бегают, людей убивают. Ну, это элита. Вот, как я хотел сказал, это элита, да? Элита, да. А, простите, это означает, что в России как государство уже не существует. Это просто то, что там люди видят, это инерция. Это какая-то воровская малина. Малина, да, малина. Сходняк. Да, во, сходняк. И причём все. Риторика такая, образование такое. Сейчас посмотри на их дипломатов, это же, боже, пацан сказал, пацан сделал. Это заявляет министр иностранных дел, да. А как они себя в ООН ведут? Так, ну да. Вот я видел, как они себя ведут даже в Монголии. Недавно посол, их не додумался, значит, там ребята, которые всё время протестуют против войны. Это значит, ноу-вар. Да, совершенно верно. Это неравнодушные монголы, которые вот этим занимаются. Они проводят митинги возле российского посольства с протестом. И значит, этот недавно вышел, так называемый посол, стал отбирать в них плакаты. Там украинские силы, украинские флаги. Стал топтать их ногами, ну и, короче, повёлся, ну, по-хамски. Ну, в принципе, как обычный российский дипломат. Это нацистские лозунги. Смотрите, очень интересная ситуация. В июре в России не было демократически признанных выборов. Путин в нарушении собственных российских законов незаконно выдвинулся и якобы победил. Это означает автоматически, что в России нет законной власти. Официально теперь по международным законам. Если вы, ну, ладно, вы там все внутри себя считаете там кем-то, да, но, простите, вы же с другими людьми сотрудничать должны. Вы же в доме не один живёте, у вас ещё соседние квартиры есть. Вас должны признавать хозяином свою квартиру, да, но у вас нету легитимности. Ну, это всё так, но... Смотрите, тут интересный очень момент. А тогда кого представляет, по сути? Он... Ну, вот эту банду... Он уже никого не представляет. Ну, я когда с европейскими политиками встречаюсь, разговаривал и говорю, окей, ладно, допустим, раньше вы признавали Путина в качестве, ну, бандит-бандит, но, типа, всё равно какой-то там был президент, да. Налёт некой легитимности там был, там, вы там признали его выбор, а теперь-то нет. Теперь, что по их законам, что по вашим, ну, по международным законам, он вообще никто. Он просто самозванец. Получается, в России нету легитимной власти. Следовательно, вот даже в создании лиги, да, мы самовыражение, почему? Потому что вот эти народы, буряты, татары, саха-якуты, там, башкиры, чеченцы, дагестанцы, эльзиане, чуваши и так далее, да, ингерманланцы, да, они же не могут находиться в ситуации, когда у них нету национальной, ну, власти как-то, да, представительской, чтобы кто-то их представлял на международной арене. У них опять, ну, по международной право кто-то их должен представлять. Те, которые внутри, они нелегитимны. Следовательно, нация имеет право выдвинуть кого-то, ну, допустим, кто за границей находится, кто свободен. Ну, мы провели все необходимые мероприятия, там, конгрессы, съезды, выбрали исполнительную норму на власти, по сути, мы не говорим, что там какие-то правительства иммиграции, там, может, только татарское движение так говорит, остальные так не говорят. Тем не менее, какие-то комитеты поддержки независимости существуют, они признаются, потому что, когда проходят такие съезды, приходят полномочные представители посольств дипломатического корпуса Министерства иностранных дел других государств, это дает легитимность. То есть, они же ставят свои подписи на наших документах, получается, мы вправе вести вот этот диалог с Западом, с цивилизованным миром, потому что мы законные представители. Следовательно, буквально вот две недели назад в Эстонии мы провели конгресс, первый конгресс Лиги свободных наций, и перед конгрессом, первый день, я приехал в Сталин и пошел на встречу с министром иностранных дел. Обменялись мнениями, наметили план работы, то есть, совместных консультаций друг к другу, информацией обменивались, потом поехали и подписали хартию свободы и независимости. То есть, это как Беловежская пуща. Мы просто пришли, отменили, и по сути, мы пришли отменить Российскую Федерацию, оформили на бумаге. Да, но смотри, вот я немножко, ну не то, что я с недоверием к этому отношусь, но я по жизни, наверное, пессимист. Что беспокоит? Беспокоит вот реакция общественности, международных. Потому что у нас уже вот были прецеденты раньше, вот начинается Финская война, вот тебе же Финляндия близко, я так понимаю. Вот начинается Финская война, тоже начинается вроде бы там какое-то движение, там Лига наций тогда была. Ну, не Лига. Не нашей, а других. Вот. Они, значит, тоже вроде как поднимают шум, озабоченность выражают там какую-то, как всегда. Вот. Кричат о том, что надо Финлянде дать оружие, никто оружие не дает. Кричат, надо дать добровольцев, никто не дает. Вроде там собирается. Пока собирали, значит, Россия, да, в Советский Союз в то время со всей этой массой, значит, туда вторглись. И вот беспримерной мужестью было финского народа, что они все-таки неплохо дали по зубам и, да, и сохранили все-таки свое государство. Хотя и потеряли там часть территории. Но потом, значит, война продолжается. Пытается опять этого крокодила, значит, Гитлера в этот раз как бы задобрить. И Гитлер же тогда займёт тоже та же самая риторика, что сейчас и Путин. Обижает немцев, которые живут в Чехии. Значит, мы должны их спасать. Зайдём. Да, мы зайдём. И, значит, в международное сообщество поехало, значит, Гитлера спасать и сохранить лицо. Сохранили ему лицо. И вот известная история, когда, кажется, Чемберлен, да, вот он вышел, подписали договор Чехословакии, где она отдала часть территории Германии. И вот Чемберлен, выходя с самолета, разматривая вот этими наши договорствами, я вам принёс мир. И через несколько месяцев наши спорты. И вот Лига Наций, она как бы себя изжила, и её больше не существовало. Всё она бесполезная организация. Сейчас у нас то же самое ООН. Тоже они пытаются сохранить лицо, значит, этому крокодилу современности. Вот. Тоже озабоченность. И всё-таки, вот, ну, да, понятно, кто-то не признал, кто-то предлагал не называть президента. Сейчас какая-то непонятная ситуация. Вот. Не боитесь, что так же тоже получится? Как бы Европа наиграется и скажет, ну, ладно, всё, там между собой разберутся. Ну, в общем, я это боюсь. Да, да, это правильный вопрос. Это правильный вопрос. Как раз-таки, вот эти два года, которые шла, первая сейчас часть, да, войны, так скажем, сейчас, к сожалению, очень тяжёлый период войны. Потому что немного притормаживается помощь Америки и так далее, да. Вот. Вот этот период как раз мы сейчас немножко пережили. Когда Запад, он говорил, ну, там, всё-таки, как-то мы там, может быть, это, и вы как-то там, ну, в общем, мы хотим, чтобы, типа, Россия сохранилась. Мы же всё хорошее, только всё плохое. Ну, это даже очень наглядно в моей работе, в первые дни вообще войны, когда я, будучи тогда чиновником финским, уже прошёл выборы и так далее, там, в Финляндии участвую в выборах, побеждаю, меня назначают советником регионального правительства, в парламенте, региональный парламент имеется в виду, и тут война начинается. Как раз вот, у меня вот только выборы, только должность получил, и тут война начинается, и я понимаю, что многие вопросы мне надо будет сразу решать, потому что, ну, кто больше меня, ну, ну, я не вижу, кто, ну, смотрите, вот, я полит-эмигрант из Бурятии, да, и бурятская тема в начале войны была очень, потому что в этих первых рядах вот эти десантно-штурмовые бригады... Мы по этой теме сейчас тоже поговорим. Ну, я немного расскажу. Очень интересная тема, кстати. И я понимаю, что многие вопросы могут быть военнопленные и так далее, и так далее. И я сразу обратился по своей линии, то есть, ну, будучи чиновником, конечно, могу обратиться к правительству. Обратился к главе правительства в Финляндии. Написал ей обращение, официальное письмо, отправил. Мне перезвонили помощница премьер-министра и сказал, я твое обращение переправил министру иностранных дел, потому что это вроде как в их ведомстве. Хотя я-то имел ввиду, что военные ведомства передали, потому что все-таки по Женевской конвенции должно быть военные ведомства. Но они сказали, нет-нет, наши юристы сказали, что все-таки давай министерство иностранных. Потом меня министр звонит, который недавно выдвигался к президенту, но, правда, не прошел, там один процент он не добрал. Ну, это его, своя история. В общем, и министр иностранных дел Петро Хавеско позвонил, и мне говорит, ну, даже молодец ты. Тем более, я с ним в одной партии. То есть, как бы, я выдвинулся от его партии, первым в списку региональных солдей, именно от его партии. Поэтому, как бы, он меня уже заочно довольно-таки неплохо знает, да. Он мне звонит, говорит, ну, вот мы тут посоветовались. Ты молодец, мы тоже молодцы, мы там за все хорошее, там, ну, в общем, против всего плохого, там, ну, ты давай действуй, ну, мы тоже будем. Но я так понял, что, ну, понятно, что, скорее всего, я в этом поле буду один. И в тот же момент я параллельно работаю в украинском направлении. И тут я, наверное, уже слишком вперед забегаю. У меня, вы видели в видео вот это, да. Но это плод работы двух лет, когда... Не, ну да, работа идет, я понимаю. Не-не-не, я про другое еще. Про то, что вот два года вот шла вот этот... Вот мы говорили про то, что Запад там... Вот, устанет там вот эта лига вот этих наций вот этих, которые та старая, да, как сейчас ООН, да. Вот этот период, он, на самом деле, сейчас уже проходит. Это все-таки мы вы... Ну, с прошлой истории мы все-таки вывели... Ну, я не говорю про них там, да, но мы поняли, что, если мы так же будем себя вести, мы действительно время потеряем. И мы сейчас разворачиваем повестку западных лидеров напрямую. Уже прямо, как бы, вот так приходим и говорим, да. Вы хотите, как тогда, и у вас будет потом вот это. Если вы сейчас просто нормальный... Вот почему Макрон развернуется? Кстати, резко развернуется. Резко развернуется, да. А вот это плод нашей работы. Да, отлично. Вот, и не только Макрон. Мы много стараемся сделать, да, это теневая так дипломатия, да. Потому что мы пытаемся объяснить. У вас есть партнеры внутри России, я имею в виду национальное движение, да. Потому что опираться на русский народ. Они вот там, ну, трагедия большая. Алексей Навальный убили и так далее, так далее. Ну, придут хорошие русские власти, да. Вывеска поменяется, все. Пять-десять лет. Будет опять. Крым не бутерброд. Крым не бутерброд начнется и так далее. Я говорю, вам на это нужно под кругу все время тоже ходить. Вам это нужно? А давайте мы решим вообще. Ну, как говорю, очень близкий для меня человек, мой духовный учитель, да. Он говорил, если ты хочешь решить проблему, ну, дерево где-то там, сорняк более. Ты же не будешь листочки обрывать, губи в корень. Это была первая часть разговора с господином Доржо Дугаровым, оппозиционером из Бурятии, представителем Международной Организации Лига Свободных Наций. Если вам интересен этот материал, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Еще будет несколько выпусков этой беседы, потому что беседа получилась длинная, интересная, и я ее разбил на несколько частей. Спасибо за внимание. Не пропустите следующие выпуски. Спасибо. Спасибо.